Привет, ребята! Новый день, новый влог. Вчера я не снимала влог, поэтому один день мы пропустили, но это хорошо, потому что вчера я просто лежала весь день в кровати, отдыхала. Мы посмотрели первый сезон Винкс от Netflix. Мне очень понравилось, не знаю кому как, что там могло не понравиться, не знаю, но мне понравилось. Я просто не помню мультик, я не помню, что там было, о чем и так далее. Я просто помню, что были феи, которые борются с злодеями, что-то такое, и все. Поэтому мне сериал зашел. Жалко, что только один сезон. Очень жалко. Вчера я не забрала свою машину у папы сервиса. Сегодня она уже готова, так что сейчас поедем забирать машину, потом поедем в ТЦ. И дальше не знаю, что. Нужно купить продуктов, чтобы ужин был сегодня какой-то, потому что мы все съели. Мой телеграмм все растет и растет. Там уже 22 тысячи подписчиков. Я в шоке, просто в шоке. Приехала к папе. Тебе помочь? Спасибо. Че? Что? А, ты здесь хочешь меня научить? Все, ребята, я в своей машине кайфую. В чистой, с новыми штучками, с секретками всякими. Вай-вай. Заново запоминать придется. Кто не в курсе, в машинах, ну, там всякие сигнализации и так далее, можно всякие секретки поставить. Типа всякие определенные команды надо нажимать где-то. И только тогда заведется машина, и там не уедет, и не заглохнет. Ох, заносит. Я забыла, что снять на улице. Сейчас опять сидеть непривычно за рулем своей машины после папины и большой машины, потому что абсолютно разный тормоз. Я на свой тормоз торможу. У меня просто все очень мягкое, плавное в машине. И типа слегка нажимаешь на тормоз, он уже начинает тормозить. А у папы надо посильнее нажать на тормоз, чтобы, короче, он начал тормозить. Ну, в общем, машина помощнее, радиус колес побольше. Поэтому, в принципе, как и газ тоже у меня слегка. Нажимаешь на газ, она уже едет, уже разгоняется. Сейчас я еду в ТЦ, там меня ждет мама. Она сейчас по всяким своим делам там ходит и так далее и тому подобное. Приеду, и мы с ней пойдем смотреть всякие... Ненавижу чихать за рулем! Короче, сейчас приеду, и мы с мамой пойдем смотреть всякие подарочки к 23 февраля и так далее. У меня очень странное состояние, знаете, такое состояние, когда хочется молчать и не хочется ничего говорить. Вот я сегодня проснулась, такая тема... И вот ничего не хочется рассказывать, какое у меня состояние. Даже не знаю, как придет к сегодняшнему день, но погода, конечно, безумно радует. Солнышко светит, дай бог, чтобы все растаяло. Я очень хочу, чтобы все это растаяло. Если честно, я люблю, когда солнце. Но вот сейчас мне прям очень не нравится, потому что глаза прям болеть начинают. А у меня еще нет очков в машине. Да, мне, конечно, не угодишь. То снег не нравится, то солнце все равно не нравится. Я тут вспомнила, что у меня вообще-то есть трек, который неплохо было бы поехать на студию записать. Закупились подарками на праздники. 23 февраля, на 8 марта и так далее. Так что, а сейчас мы идем в разные стороны, потому что мы приехали на двух машинах. Мамина где-то там, моя где-то там. Кто это, как ты думаешь? Юля говорит, что она искусственная. Я говорю, что она только что плавала. Вот она плавает, видишь? Ну вот эти прикольные, вот эти мне нравятся. Это краблик, да. И этот милый. А здесь рыбка плавает по мне? Да, на рыбок пофиг. Ну ладно, они живые. А вот она плавает, смотри, плавает это самое, только что дергалась. А что это за лягушка такая интересная? Короче, мы с мамой пришли в Эль Патио. И тут просто жесть, пожар эмоций. Давайте я расскажу, что мне принесли. Только ты его не ешь. А, нет, я езжу. Короче, это такие помои. Я просто в шоке. Я такого еще никогда не ела. Это просто вода подсоленая. Я даже не знаю, откуда они ее взяли. Тут какие-то сырые помидоры, сырой брокколи. Вот это все явно варилось где-то отдельно и бросилось в эти помои. Короче, как я люблю суп вот такой рыбный. Я даже есть не смогла его. Фу, гадость, никогда не приду. Вот такой ужасный ресторан. Вот, вот такой, вот такой. Мы вообще с мамой должны были уже разойтись по домам и все такое, но мы решили покушать, короче, посидеть, поболтать. Поднялись. Мы в торговом центре в Эль Патио в ресторане. Я сюда сразу не хотела идти. У меня был выбор или типа Эль Патио, или Хинкальное. Я подумала, блин, Хинкальное, наверное. А потом она такая, ну ладно, пошли в Эль Патио. Когда я сюда еще приду? Просто никогда не хожу в Эль Патио. И правильно. Поэтому, если кто-то придет в Эль Патио, не рекомендую заказывать этот суп. Он у них называется похлебка. И вообще не рекомендую сюда ходить, потому что то, что заказала себе Юля, это тоже было отвратительно. Вот это все сырое. Я взяла себе рыбу, она стоила 700 рублей. И вот эти все овощи, они все сырые. Ну, лимон-то ладно, я его выдавила на рыбу. Короче, рыба была плюс-минус норм, но вчера дома я сделала намного вкуснее. Мы провели 40 незабываемых минут в ожидании еды. Короче, я не дорассказала. В итоге ушли ни с чем. Когда мы только пришли, девушка нам дала одно меню на двоих. И оказалось потом, что это старое меню. Я сидела очень долго, выбирала, что я там хочу. Я выбрала, мы заказали. Потом приходит другой официант, говорит, что, ой, это у нас другое старое меню, вот вам другое. Я думаю, не, ну нормально вообще, а что мне жрать? А прошло уже 20, я не знаю, минут. То есть, по сути, мое блюдо уже могли приготовить спокойно за это время. А потом оказалось, что это другое меню. Короче, я выбирала заново. Ну, в общем, отвратительное место. Отвратительно ехать. Да, ужасно, еще раз. Отношения просто, фу, невнимательные. У мамы вообще какая-то несъедобная похлебка была. У меня сырые овощи, горячий сок апельсиновый. А у меня незабываемый суп из помоев. Я такую гадостью не ела никогда вообще. Не, ну я этот тоже есть не смогла. Я просто попробовала. Она не стала есть, да. И поняла, что я это съесть просто... Ну, короче, 40 минут мы сидели для того, чтобы просто... Короче, ресторан этот называется, как ты говорила, Эль Патио. Да, я вот еще когда-то давно ходила в Эль Патио. Причем это, по сути, известный ресторан. И там мне тоже не понравилось. И вторая попытка оказалась такой же. Поэтому больше я туда не пойду. Ну, у меня все просто. Я прихожу в место, мне там не нравится. Я больше туда никогда не хожу. Вот и все. Ну, может быть, вам нравится, конечно, не знаю. Может, кто-то сейчас едет, в смысле, похлебка? Это мой самый любимый суп. Не-не-не, похлебки разные бывают. Ну, что ты ерунду говоришь? Похлебка есть вкусная, понимаете? Ну, понимаешь, в каждом Эль Патио разный этот... По сути, в каждом Эль Патио сидит разный повар. Ну, я бы лично вот такого повара уволила. Ну, да. Сашлыки. Ну, я считаю, что... Сашлыки. Сашлыки пока. Надо было в хинкальную идти. Ну, надо было. Ну, просто хинкальная для меня ассоциируется с вечером, с вином. Так, мы со Славой заехали на рынок. После того, как я с мамой потусила в торговом центре, сейчас мы заехали уже в другой магазин. Я думала, что нам особо ничего не надо. На рынке взяли чанах, мандаринов. И заехали в обычный продуктовый, чтобы взять, во-первых, наггетсы, которые у нас на экстренный случай всегда должны быть дома. Сметанки взяли. Сейчас возьмем хлеба. Я люблю кексики, которые с посыпками и с изюмками. Это с изюмом. Без изюма? Блин, самый вкусный. Это с изюмом. Степт лайк за изюм. Вот наша штучка. Недавно я поела скитлс, было вкусно. Так, что же нам нужно еще? Меня часто спрашивают, какой косметикой я пользуюсь, какая косметика закрывает всякие мои следы. Пост-ак, так называемые. Сейчас у меня много чего стерлось, потому что я весь день сегодня хожу. В маске, в шапке. И, наверное, я покажу вам коротко, быстро. Еще у меня сломан ноготь. Это было позавчера, в тот день, когда у меня все валилось из рук, и все было очень плохо. Я тогда снимала влог, как раз предыдущий. В общем, вот такой вот тональник от Clinique. Он у меня в оттенке WN01. Он очень хороший, он мне очень нравится. И когда только он свежий и не стерлась, все хорошо. Также я использую корректор от Make Up For Ever. Вот такой, он у меня в оттенке 20. Ну, тон 20. Я его очень сильно люблю, и даже не помню, как вообще я про него узнала. Но он тоже достаточно плотненький, хорошенький. И я его прямо, ну, не жалею. Ну, я давно вам показывала этот тональный крем, и мне очень часто все говорили, что типа это не гигиенично. То, что вот так вот я намазала, потом эту же кисточку внутрь засунула. Но, как показывает практика моей конкретной жизни, прыщи у меня не от этого появляются. И даже, мне кажется, не усугубляется ничего от этой кисточки, потому что у меня либо хорошая кожа, либо проблемная. Не так давно, кстати, я перешла на спонжики. И мне так очень нравится. Обычно я наношу все кисточкой. Спонжики, кисточки обычно, которыми краситься, я мою утром, перед тем, как заново нанести макияж. Поэтому вот это все у меня сейчас грязное. Но мне плевать. Никогда так не делайте, но я делаю, потому что могу себе это позволить, и мне все равно. Сегодня я взяла еще вот такой тональный крем от Clinique. Я его попробовала. Он мне понравился тем, что он достаточно плотный. Но, насколько я поняла, он немножко возрастной. Но мне девушка-консультант в магазине сказала, что он, ну, типа от 25. Я думаю, блин, у меня 23. Я думаю, что как бы ничего страшного. Два года разницы не сыграют, потому что он мне понравился. И я решила его взять попробовать. Он очень плотный. И я даже не знаю, как мне его использовать. Тон, кстати, точно такой же. А вообще, обычно я так же, как сейчас с точки сделаю, я делаю эти точки тональника по всему лицу. Вообще, перекрывают очень хорошо. Мне нравится. Надо будет завтра еще попробовать, когда буду новый макияж делать свежий. На чистую кожу. Ну, как на чистую. Кстати, как вообще мой макияж начинается? Сначала я использую мазь специальную, которую я пользуюсь утром только. Вечером у меня другая мазь. Именно лечебные. Не знаю, помогли они мне, или это не они, а что-то другое. Я вам пока тоже не рассказываю, что мне там, что я принимаю от прыщей. Но точно скажу, не раокотан и не гормональные, чтобы вы не думали, гадали. Но просто пока не рассказываю, дабы не то, чтобы не сглазить, а просто смысл сейчас рассказывать такие вещи, если я еще как бы не пришла к какому-то идеальному состоянию кожи. Но, между прочим, я у себя в Телеграм уже показывала себя без макияжа абсолютно. И там видно, где у меня какие-то там неприятности. Блин, очень хороший тональник. Мне очень нравится. Так вот, сначала я использую крем лечебный. Он мне засыхает. Потом я использую вот такой крем от Clorance. Я его очень люблю. Правда, я ему перестала какое-то время пользоваться, потому что у меня было много всяких мазей именно лечебных. Сейчас я снова к нему вернулась, но при этом я не отменяю лечебные мази. И следующий этап – это вот такой вот крем от La Roche-Posay. Он мотирует и закрывает поры, как мне сказали, но с ним я чувствую себя в большей безопасности и за свои поры не так сильно волнуюсь. Потом, получается, у меня идет тональник. Размазываю. Вот так вот делаю точки. Размазываю все кисточкой. Потом у меня идет сверху корректор. Точнее, потом я крашу брови. Сейчас я вам покажу, что у меня для бровей. Это просто угар. Ну, как угар. Вообще, я пользовалась всегда палеткой от Too Faced. Здесь вот есть такой оттенок, видите, которого нет. Вот его я использовала всегда для бровей, но он у меня уже закончился, ему уже невозможно краситься, вот это вот постоянно долбить его, там что-то искать. И когда мы прилетели на Алтай, мы зашли в какой-то магазин. Там была какая-то косметика такая, типа, я даже не знаю, половину этих брендов. Ну, какие-то такие, типа, дешевая косметика. Это был даже магазин не косметики, а вообще продуктовый просто. И там типа были хостовары, и рядышком где-то косметика. И, короче, я нашла вот такую вот штуку. Палетка теней для бровей. И я не знаю, может быть, это хороший какой-то бренд, может, известный, не знаю что, но просто я взяла, думаю, типа, блин, у меня уже закончилось, мне нужны какие-то... Вот просто взяла, потому что у меня закончились эти тени, у меня с собой ничего другого не было. Я могла, конечно, продолжать теми краситься, там есть потемнее оттенок. Ну, я, короче, решила взять вот этот, и вот мои брови. Я использую вот эти тени для бровей. Абсолютно обычные. Вообще, я даже не знаю, сколько это стоит. Ну, может быть, это какой-то хороший бренд, я клянусь, не знаю. Но, понятное дело, когда я вам показываю Too Faced, я знаю, что это за бренд, а это, не знаю, кики какие-то. А потом я уже беру корректор, и мне тоже вот так вот замазываю, как я вам показывала. Здесь прямо я не жалею вот эту вот часть, потому что здесь у меня больше всего именно каких-то красных следов. И остатками уже, когда тут немного на этой кисточке этого корректора, я провожу линию над бровью. Вот так вот, идеально. То есть, по сути, я делаю более четкий контур. Потом брови я закрепляю от Givenchy. Такая вот штучка. Гель для бровей. Мне очень нравится. Если вы знаете, какие-то штуки тоже очень хорошие, закрепляющие для бровей, именно вот такого формата, что вот с кисточкой, такой вот гель, потом засыхает, то напишите тоже в комментариях. Я, может, попробую, потому что что-то в последнее время в магазин захожу, не могу найти. А он у меня тоже, ну, пока не заканчивается. Тут еще, на самом деле, намного, может, не намного, но хватит еще, пока не горит. Что дальше я использую? Ну, дальше по классике. Моя любимая, как это называется, румяна от MAC, в которой я рисую себе скулы. Изумительный оттенок. Очень стыдно мне со своим ногтем как бы его спрятать. Вот такой вот оттенок тут. Ну, не знаю, скриньте, не скриньте. Просто изумительный цвет. Он, ну, вот, то, что вот здесь у меня. Я, кстати, когда обычно себе скулы рисую, я потом еще вот так вот под скулой прохожусь, чтобы, ну, не было такого, что просто сплошняком. Короче, изумительный оттенок, потому что он не рыжий, он не сильно коричневый, он такой серо-коричневый. То есть, ну, такая, мне кажется, идеальная тень создается. И я уже очень много лет пользуюсь вот этим. То есть, постоянно покупаю новый, когда заканчивается. Румяна у меня вообще, кстати, не знаю, может, у них срок годности закончился. Я об этом никогда не думала. Он до 21 года. 0,9, 0,2, походу. Что-то до 0,9. А, нет, у него еще есть. До 0,9, значит, до сентября 21 года. Фух! А то вообще, ну, надо будет тоже, кстати, обновить румяна. Просто очень нравится вот этот оттенок. Это Сеаты. Не знаю, помните вы или нет, я с ними сотрудничала, ездила в Лондон, тоже к ним в гости. И у меня с ними было такое большое классное сотрудничество, дружба. И у меня очень много разной косметики было от Сеаты. Конечно, половину я раздарила, отдала, потому что я всем просто физически не успела попользоваться. И вот, ну, что-то я себе оставила, понятное дело. И мой фаворит, это вот этот румяна от Сеаты. Ну, я не знаю, тут оттенок вообще видно будет, потому что посмотрите, как это все тут выглядит. Тоже такая, знаете, старая. Я не могу найти оттенок, ну, цвет очень приятный. То есть он не розовый, не малиновый, то есть он такой прям вот спокойный, выдержанный, то есть пепельно-розовый, что-то, короче, идеальный оттенок, мне очень нравится. Конечно, если его переборщить, то будет, ну, нормально так, очень ярко, но мне нравится, что он такой прям, ну, знаете, натуральный такой, легкий, не сильный. Конечно, все можно переборщить, но в целом он такой добавляет легкости. И мне очень нравится. Что еще из макияжа я использую? А, хайлайтер мой, у меня кто-то спрашивал, числа фотка, он или не он. Посмотрите, просто настолько я его люблю. Короче, недавно у меня тоже было сотрудничество с Эвелин косметикой, и вот мне они подарили такой хайлайтер. 01. Вот так вот он выглядит, но тут, короче, написано Эвелин, оно просто у меня стерлось, и я им пользуюсь, ну, каждый день. Вот, не знаю, увидите в нет, как тут я стерла все. Ну, можно без засвета. Вот так вот, не знаю, видно вам или нет, но очень-очень нравится. Очень хороший хайлайтер. Он прям вот то, что нужно, знаете, мне нравится. Ну, сказать супу больше нечего. Просто классный, реально. Хороший хайлайтер. Не знаю, честно говоря, сколько он стоит, кто в курсе, напишите, но вот прям люблю его. Он такой, знаете, не белый именно, а такой золотистый, но когда ты его используешь, он вот прям под кожу, вот прям он именно добавляет сияние. Он не делает так, что у тебя тут коричневое, тут сразу резко белое, слишком блестящее. Он такой вот именно с золотистым оттенком. Ну, таким, типа, ну да, золотой плюс-минус. Ну, я так вижу. Самое главное, у меня опять почему-то от Мак, у меня постоянно ломаются вот эти крышечки. Вот, видите, как здесь. Это тоже корректор от Мак у меня, он более плотный, им я не так часто пользуюсь. Вот такой вот тут оттеночек. Ну, это просто, это как бы уже человек должен под свою кожу подбирать. Я, конечно, все равно говорю оттенки, но это зависит от того, какая у вас кожа. У меня светлая, это как бы, ну, хорошо там прыщики замазать, еще что-то под глазами, он очень плотный, поэтому не делайте. Будет скатываться. А это у меня тени, вот в таком оттенке, который я использую, когда делаю себе нос. Рисую. И у меня почему-то здесь крышка, это постоянно ломается. Ну, понятно, я ее постоянно с собой переношу, перевожу, но вот именно у этих почему-то ломается. У меня есть кисточка, и я рисую себе нос. Тема хорошая, схема рабочая. Вы знаете, долгое время я не любила свой нос, и хотела сделать себе операцию даже, но, честно сказать, страшно мне делать операции какие-то такие. Наверное, меня больше пугает, знаете, даже не сама операция, а то, что вдруг мне не понравится, и у меня просто есть друзья, у которых сделан нос, и, ну, не знаю, сложно сказать. Они мне всякие истории рассказывают, типа, то, что вот, иногда просыпаешься, он у тебя пугший, у меня просто с носом все в порядке, и, и как бы, как бы, в принципе, он не самый, не самый плохой нос. То есть, вот так вот ровно, когда смотришь, нормальный, хороший нос. Да, конечно, я его все равно фотошоплю, потому что хочу и делаю. Лучше, я считаю, немножко его подфотошопить, чем, как бы, сделать операцию. Хотя, не знаю, может быть, может быть, лучше сделать операцию, чем делать периодически, инъекции в нос. Я не знаю, что лучше, но операция для меня звучит, конечно, страшнее, чем инъекции в нос. И также я использую Fix Plus от MAC. У меня вот такой вот с блестками. Моя любимая помада от MAC. Это, если говорить именно про помады. Ну, у меня сейчас нет смысла, конечно, как-то губы красить, но одно, знаю точно, мне надо сделать губы. Кто бы что ни говорил, да, у меня хорошие, пухлые губы, но реально давно не делала, хочу губы. Так, 411 оттенок у этой помады. Она просто офигенная. Это, ну, я не знаю, изумительный просто цвет. Это то, что нужно. У меня есть любимый карандаш для губ, я его сто раз показывала, и, кстати, надо поточить. Но они очень похожи, в принципе, по цвету. Тут номер, у этого карандаша номер 780, запомните, это самый лучший карандаш, просто самый лучший. Я знаю, что он стоит что-то типа 100 рублей, и как ты даже видел у Игоря Синяка, он тоже купил эту помаду где-то на рынке, на Дубровке, не знаю, где-то вот что-то так и запомнила. Он купил этот карандаш тоже что-то за 100 рублей, его показывал stories, и я ему пишу то, что типа, блин, это самый лучший карандаш для губ, просто самый лучший, и мы с ним сравнили, он взял тоже 780, но это реально очень классный карандаш, просто этот оттенок, я не знаю, если когда-то у меня будет своя косметика, я украду этот оттенок, нагло сворую, это самый лучший оттенок. Так, ребят, я вас предупреждала, что возможно будут какие-то дни, когда я буду просто сидеть перед компьютером и с вами болтать, и кажется, такой день настал. Короче, как-то раз в своем влоге я рассказывала о том, что раньше у меня была зависимость от капли в нос, и это правда, я 3 или 4 года пользовалась каплями в нос, постоянно. Те люди, у которых это все тоже хроническое или как это называется, они меня прекрасно понимают, вот я сейчас вам расскажу, да, одни капли у тебя в сумке, одни на кухне, одни около кровати, другие около рабочего места, например, ну то есть как бы те люди, у которых, ну это обязательно постоянно, вы меня понимаете, потому что это на самом деле ну реально жесть, потому что если ты не повшикал в нос, у меня как было, если у меня заложило нос, он у меня сам не отляжет, ну я не знаю, когда только если, но суть в том, что у меня начинала болеть голова, то есть это, ну типа мне забыть капли дома, куда-то уехать, и чтобы в сумке не оказалось запасных, это была целая проблема, и поэтому у меня всегда обязательно в сумке две штуки лежит, на кухне запасные, где-то в ящике, около кровати обязательно, то есть, ну как бы это настолько, знаете, настолько ужасно, и ужасно то, что я привыкла так жить, и как-то как будто, ну смирилась с этим, типа я ничего не делала для того, чтобы избавиться от этой какой-то проблемы, я много раз вам рассказывала о том, что, ну вы знаете, я увлекаюсь всякой темой, странной, ну для кого-то странной, для кого-то типа норм, ну для меня лично норм, но я понимаю, что для большинства это странно, я люблю астрологию, нумерологию, могу, теперь еще смотрю карты Таро, расклад, не то, чтобы я с головой полностью в это верю, но мне это интересно, я хожу к гомеопату, и также я, ну как бы, некоторые свои болячки лечу аффирмациями, я рассказывала, кстати, в видео, да, то, что именно аффирмации вылечили мой насморк, точнее, мою заложенность носа, ну как бы это произошло абсолютно случайно, у меня есть мастер по маникюру, она в этом всем сечет, я знаю, как это звучит, возможно странно, но я ее безумно люблю, и безумно ей благодарна за все, и для кого-то это реально странно звучит, но я просто на себе проверила многие вещи, которые сработали, и то, что преследовало меня всю жизнь, сколько я себя помню, какие-то там проблемки мелкие, на которые, в принципе, ты не обращаешь внимания, но ты просто такой, ну да, у меня вот это есть, ну как бы буду с этим жить, ну типа ладно, ну типа как заложенность носа, например, я рассказывала в каком-то видео, что раньше у меня потели ладошки, причем это, ну не всегда у меня так было, но просто в какой-то момент у меня начали постоянно потеть руки, то есть они были реально прям очень мокрые, я знаю, что есть всякие процедуры, когда тебе делают уколы в, туда, где у тебя сильно потеет, у кого-то в подмышке сильно потеют, да, ну как бы ничего такого в этом нет, и есть процедуры, я не знаю, что это такое, то ли ботокс, то ли что, короче, колят, чтобы вот эти вот потовые, потовые железы, закрыть, и чтобы не было такого вот сильного извержения пота, я ничего себе не колола, просто я пришла к своему мастеру по маникюру, она мне как-то сказала, то, что что-то у тебя потные ладошки, ну и короче, суть афирмации заключается в том, что есть еще такая тема, как кинезиолог, 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 да, короче, кинезиология, наука о движении человека, научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях, я уверена, что многие из вас знают, что у нас на теле есть очень много разных точек, каких-то болезненных, просто точек, которые за что-то отвечают, и у нас есть разные точки на теле, и вот с моим мастером по маникюру я не просто читаю афирмации, я также нажимаю на разные точки на теле, я не знаю, что каждый из них означает, но мне обычно мастер говорит то, что типа вот это, когда там у тебя эмоция злости, или страх, или грусть, ну короче, я не скажу точно сейчас, но, например, как просто это все выглядит со стороны, я уверена, многим интересно, хотя многие сейчас сидят и думают, типа, что за херня вообще, что я это промотаю, проматывайте, меня это абсолютно не обижает, у меня вообще все равно, что люди закрыты от какой-то информации, у меня есть, ну как бы в моем близком кругу люди, которые считают, что все это вообще чухня, что все это вообще бред, это то, что я сумасшедшая, но при этом как бы я вылечиваю свои какие-то болячки, не принимая при этом каких-то препаратов, лекарств, и мне все равно, кто что скажет, мне главное, что я выздоравливаю, и при этом не трачу там деньги на какие-то антибиотики, или на какие-то уколы в задницу, поэтому я лучше буду сидеть, читать афирмации, самая любимая точка у нас находится вот здесь, это не то, что у вас, а у нас с моим мастером по маникюру, очень часто я к ней прихожу, и мы с ней болтаем, мы с ней дружим, уже не знаю, сколько я себя помню, 7 лет мы с ней дружим, 16 лет я первый раз к ней пришла, и с тех пор я к ней всегда хожу, и за все это время мы сдружились очень сильно, и есть точка вот здесь, и на солнечное сплетение, и массируешь, вот так вот сидишь, массируешь, массируешь и проговариваешь, обычно афирмации наши начинаются со слов «я полностью на 100%», так, ребят, я знаю, что многим из вас это все интересно, и то, что многие хотят узнать хоть какую-то афирмацию, которую можно проговаривать в любом случае, и она, ну, как бы 100% будет хорошей для вас, суть в том, что не факт, что она как бы вылечит какую-то вашу болячку, потому что, чтобы вылечить какую-то вашу болячку, нужно знать, какая эмоция за это отвечает, знать определенные точки, которые нужно нажимать, но есть афирмация, которую вы можете проговаривать, там, это не обязательно делать каждый день, но, например, если вы испытали какую-то эмоцию, вы точно знаете то, что вот сейчас вы испытали какое-то, не знаю, разочарование, там, страх, злость, просто я всегда говорю, что очень многие наши болячки, там, проблемы со здоровьем, они от эмоций идут, и я это просто чувствую на себе постоянно, я очень эмоциональный человек, я очень много через себя пропускаю, и, ну, типа, каждая какая-то моя болячка, проблемы со здоровьем, она для меня никогда не является каким-то удивлением, типа, откуда это взялось, я всегда знаю, откуда это взялось, я всегда знаю то, что это потому, что на той неделе там у меня была какая-то ситуация неприятная, в которой я испытала какие-то эмоции, и я не хочу загружать на ютюбе вас этой информацией, этими аффирмациями, потому что я знаю, что не всем это интересно, и многие это промотают, поэтому оставила ссылку в описании на свой телеграм, туда я загружу, такой же сейчас сниму, где я проговариваю аффирмации, это будет полезно для тех, кто в это верит, это не будет отнимать время у тех, кто в это не верит, поэтому кто хочет, зайдите в телеграм, и также я скину текстом все, что я сейчас проговорю, чтобы вам было проще, ну, сохраните себе в телефон, будете читать с телефона, например, и делать эту аффирмацию. Как-то раз мы сидели и делали, мне кажется, два с половиной часа аффирмаций, то есть это на самом деле очень тяжело, кажется, что это просто посидеть, поболтать, но на самом деле это действительно очень тяжело, если ты на протяжении двух с половиной часов постоянно говоришь и при этом нажимаешь какие-то точки, то есть их надо не просто гладить, а их надо прям маленько массировать, и мы вообще с ней тогда по другому поводу собрались, и по поводу кожи моей тоже вот это вот все и так далее и тому подобное, и мы с ней сидели, просто делали очень большие длинные аффирмации по поводу всяких моих эмоций, я не буду в подробности вдаваться, так что когда я вам говорю про аффирмации, не думайте о том, что аффирмация это просто встать перед зеркалом или просто сидеть и говорить себе ты лучшая, ты красивая, ты умная, там, я магнит для денег, еще что-то, этого мало, это хорошо, это какое-то самовнушение, которое возможно перестроит ваше мышление, ваш взгляд на жизнь и от того, что вы начнете сами относиться, ну это грубо говоря, как внушить себе, что у тебя есть деньги, и ты будешь всегда думать о том, что у тебя есть деньги, никогда нельзя говорить то, что у меня нет денег, потому что иначе у вас их никогда не будет, то есть если у вас нету возможности купить что-то или там, не знаю, заплатить где-то, никогда не говорите то, что у меня нет денег, нужно говорить, у меня пока нет возможности на это, потому что очень часто есть у меня бывает такая ситуация, в которой следует ответить то, что, блин, у меня нет денег сейчас на это, я очень всегда слежу за тем, что я говорю и стараюсь как бы если что сказать, ну блин, у меня нет возможности пока, вот, то есть вот такое, поэтому думайте над тем, что вы говорите, потому что когда вы говорите, вы можете поставить себе какую-то программу, как бы это странно ни звучало, но внимательно обращайте внимание на то, что вы говорите, я к этому относилась раньше легкомысленно, но с возрастом и со всякими моими странными интересами и увлечениями я поняла, что на самом деле слова играют очень большую роль и, конечно, я очень много всякого разного говорю, я очень много болтаю и из-за этого не то чтобы страдаю, но просто я очень люблю говорить и мы даже с моим мастером как-то пытались снять мне вот эту программу, потому что меня бесит, что ну вот я не знаю, вот мне надо всем все рассказать, я такая, короче, самое главное, что я для себя пытаюсь вынести в этой жизни один из уроков, самых главных их много, то что надо поменьше болтать, следить за тем, что ты говоришь, слава богу, реально, слава богу, жизнь пока что не пыталась меня научить тому, чтобы поменьше говорить, я не попадала слава богу, я не помню, может, очень когда-то давно, но не попадала в такие ситуации, когда я рассказала человеку что-то, а потом мне это вышло боком в том плане, что я доверила там какой-то свой секрет или что-то рассказала какому-то не сильно близко знакомому человеку, ну, типа знакомому, но не очень близкому, и он где-то это все растрепал, и как-то мне это очень все не на руку сыграло, слава богу, у меня такого нет, тьфу, тьфу, и не будет, я сказала, не надо, но просто, чтобы до такого не доводить, я каждый раз думаю о том, что надо думать, о чем ты болтаешь, в общем, ладно, мораль этого влога будет такая, думайте, а потом говорите, всех люблю, целую, обнимаю, подписывайтесь на мой телеграм, там очень много я болтаю, если вы поэтому скучаете, любите со мной поболтать, послушать меня, то обязательно подписывайтесь, ссылку оставила в описании, также подписывайтесь на тикток, я чувствую, что скоро я готова туда вернуться, начать снова снимать всякие приколдесы, на мой инстаграм, конечно же, ну и в принципе на ютуб, тоже можно подписаться, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока!